дамы и господа вот такой у меня сегодня красивый вид я покрасила корни волос я крашусь как вы знаете сама если у меня здесь краска там знаете потерто что-то это потому что мейкап подтёрт уже я обработала рамку вижу здесь что-то какое-то пятно ну ладно буду уже пятниста то что есть хочу вот пока сижу жду засекла время 45 минут поговорить с вами на тему окрашивания волос дома я скажем так имею небольшое небольшое уходящие корнями в дикую юность парикмахерское образование на это потратила два года и забросила вернее забросила оставила потому что поняла что это не мое но кое-что я вынесла из того периода это было 20 плюс лет назад даже не будем об этом говорить как давно но тем не менее как говорится при наличии небольшого интеллекта как у меня можно кое-что запомнить так вот окрашивание волос правило которые я считаю всем надо знать кто красит волосы дома тип того если давайте начнем с первого что если вы красились какой-то рыжий зеленый фиолетовый и другой цвет лучше не перекрашивайтесь дома потому что вы понятия не имеете что у вас получится сочетание довод пигмента с другим третьего с пятым и вы получите из дикого цвета потому его выводить будет очень очень тяжело следующая вещь если у вас какая-то химия выпрямление ламинирование вообще не надеетесь что вы покрасите или что-то другое тоже лучше не сочетать самому химические разные препараты потому что может произойти все что угодно вот реально все что угодно лучше этого не делать вот далее черный и рыжий пигмент если вы покрасились в огненно-рыжий или такой вот к темно-коричневый тире черный вы ни хрена никак не выведите это надо обесцвечивать и зря вы думаете что там покраситесь из рыжего в какой-то другой прямо вот у вас будет что-то нет вы рыжий и только в черный вам поможет вот что-то у меня еще было рыжий черный а до осветлить волос краской а не обесцвечивателем вы сможете только на один тон что по сути он никому ничего не даст и не надо лишний раз просто волосы жечь ничего не поможет поэтому лучше пойдите парикмахерскую пусть вас правильно обесцветят чтобы лишний раз вот там не наносить это все дело лишнюю краску дальше что у нас было дальше дальше нас было если у вас просто окрашивание вот как у меня до обычная взяли там несколько цветов смешали покрасили то это да можно делать дома но тут опять же самая распространенная ошибка которую я встречаю это люди которые попытаются покрасить весь свой объем головы четверт я слышала даже про четвертинку тюбика краски вот обычный тюбик от вэллы от любой любой краски дамы и господа нельзя четвертинкой покрасить голову даже вот эта история меня три волосины я крашусь четвертинкой краска рассчитана даже не на на количество волосин на голове а на покрытие головы так чтобы она прокрасила если вы пользуетесь половиной четвертиной жалуетесь что ваша краска не покрою не прокрашивает вам седину или что-то но как говорится но не жалейте заварки один тюбик на одну голову на корни иначе краска не будет правильно работать правило окрашивания это когда вы делите ряд мажете перелистывайте его на следующий ряд и на той стороне которая покрашена не на свободы на покрашены вы еще видите свою вот эту вот краску она прям сочится сквозь вот это значит правильно нанесли нежели краски поэтому никаких четвертин никаких половин это не работает если вас краска не работает значит вы нарушаете как бы ее технологию окрашивания непосредственно до дальше еще одна тема люди мне тут расскажут краска для волос она вредно я невредная есть полезно из вредна есть безоксидное Вот оксидное вредное, безоксидное вредное. Знаете, краски для волос есть перманентные и не перманентные. Все. Вот это вредное, полезное. Как окрашивается волос? Давайте поговорим с вами, что портит волос при окрашивании. Вот простой краской, что делает оксид. Он, во-первых, вот волос, да, у него чешуйки, внутри пигмент, который непосредственно краской перекрашивает, да. Оксид открывает этот волос. Входит в этот пигмент, его обесцвечивает и краска окрашивает этот пигмент ваш натуральный в тот цвет, который вам надо. Поэтому, если ваша краска безоксидная, но она постоянная, то есть перманентная, она не, знаете, как хна, который хна красит поверху. Она просто вот как ламинирование, она ложится вот поверху, взяли, покрасили, она не заходит внутрь волоса. Она не перекрашивает вашу пигмент, она просто вот поверху его как бы, да, красит. То есть любая краска, которая открывает чешуйки, заходит, перекрашивает пигмент оксидный. Я даже не знаю, что такое безоксидные краски. Если краска перманентная, то все, конец вашему волосу. И не надо придумывать, что есть натуральные, полезные, ненатуральные. Оксид, он тоже натуральный, это не с неба прилетело, я всегда это говорю. Нефть тоже натуральная. И все химические вещества, они тоже в природе существуют. Поэтому портит волос не оксид и не что-то другое, портит вам волос процесс открытия этих чешуйок, заход краски внутрь, перекрашивание. Все, что не делает этот процесс, это не постоянная краска, это все, что красится поверху. Тут тоже спорный вопрос. Вы скажете, ой, как замечательно. Красится поверху, значит волос не открывается, он не портится. Да, вы знаете, он не открывается, он не портится, но когда волос красится поверху, это как ламинирование, как силиконы. То, что иссушает ваш волос и делает его сухим и ломким, это считается очень плохо. И после такого покрытия вы еще и не можете покраситься нормальной краской, просто потому что она не попадет через вот это покрытие хной. И да, оно не попадет в ваш волос, и потом ее просто делать нечего, пока вы ее не смоете через год или через сколько, что она сама не сойдет как ламинирование непосредственно. Вы ничего не сделаете. Это хуже, чем любой силикон, и что бы там ни было. Поэтому эти вот истории о том, что есть какие-то безоксидные замечательные краски, но есть всегда краски, которые красили поверху. Как только краска начинает процесс открытия волоса и выкрашивания внутри вашего пигмента, это то, что портит наш волос. И, например, у нас всегда парикмахеры так и говорят, окей, она безоксида. Но там же, вы же понимаете, что есть что-то другое, что делает этот же процесс. А если ничего не делает этот процесс, значит, это обычная краска, которая, как это называется, промывка, ну такая, как тонировка, тонировка, которая, по сути, не дает ничего. И, по сути, эта тонировка через короткое время у вас смоется. Что вы здесь раскакались со всеми своими собаками? То Чарли полаял, то еще что-то. Нельзя спокойно посидеть, вот с накрашенной головой мне осталось 15 минут до того, как я пойду смывать голову. Поэтому оксидные, безоксидные. Вот это все умное, ужасно... Да, может быть, безоксидные краски, они такие вонючие. Может, они так все это, может быть, приятнее. Но я не думаю, что для волос это так все прям замечательно и классно. Далее про замечательно и классно, что я хотела сказать. А, замечательно и классно, когда вы делаете вещи с умом. То есть хотите обесцветить волосы, да, у меня как усы, за то, что я телефон держу, ну ничего. Хотите обесцветить волосы, да, узнаете. Не просто пойдите, а вот дома не будут. Дома это вообще делать, нельзя у вас отвалиться волосы, не надо это делать. И к парикмахеру тоже не к первому попавшемуся. Посмотрите, кто обесцвечивается. Посмотрите, что за мастер, посмотрите, как он работает. И вот у меня есть приятельница, она живет в центре страны и ездит каждый раз далеко на север, чтобы покрасить волосы в блонд. Потому что она делает у одного мастера много-много лет. И у нее волосы до сих пор не отпали, и они в хорошем объеме. У нее длинные волосы на разной длине, и поэтому она к нему ездит. Вот если вы хотите, посмотрите, кто обесцвечивается, и посмотрите на их длину. Если у них длинные волосы, насколько оно... Знаете, когда смотришь на волосы, ты видишь, либо волос идет от длины, от макушки, то есть в длину и заканчивается, либо волосы идут так, обломанные все. Вот это значит, что пережигают постоянно, неправильно красят. Хотя, честно скажу, при обесцвечивании вообще капец. Я не знаю, как люди умудряются их не выжигать. Вот, я всегда крашусь Веллой Калистон, если кому это интересно, я всегда беру только 6%, больше не беру. В Израиле есть 6,9%, остальные запрещены Министерством здравоохранения лет 30, наверное, уже. И обычное Веллой Калистон, это то, что вы у меня видите на волосах. Не надо каждый раз дальше, чтобы волосы ваши не отпалили. Не надо каждый раз, когда вы красите корни, фигачить это все на всю голову. Не надо. Это то, что будет убивать ваши волосы. Вот реально не надо этого делать. Многие кажут, всю башку фигачат, обновить цвет на 10 минут, на 5 минут. Не надо. Вы посмотрите, есть нужда, нет нужды. Зачем? Просто потому что так написано в инструкции. Не надо. Я это не делаю, потому что иначе волосы превратятся в тряпку. И мне так надо было делать, когда я выходила из светлого цвета в темный. Из светлого цвета в темный, знаете, тоже тяжело выйти, потому что пигмент, который внутри волоса, он уже настолько затраханный светлым, что он уже не может вменяемо принять черный, даже темный оттенок, и он все равно выходит. Поэтому мне пришлось каждый раз мучиться. И только сейчас я как бы нормально вошла в более темный цвет. Поэтому мне кажется, если с умом и правильно подходить к краске, обычная Велокалистон у меня работает замечательно. Для меня это наилучшая краска. Она выглядит хорошо, у них очень широкая растяжка. У нас есть достаточное количество консультантов, которые могут объяснить, как смешать одно с другим. Для меня она работает замечательно. Никакую аллергию у меня не вызывает. Вполне может быть, что у кого-то вызовет аллергию. У меня нет, мне подходит. И мама моя ей пользуется, она красится в светлый оттенок, и бабушка, и у нас никаких проблем нет. Только вот оксид тот самый я покупаю, но вы видели там, когда в Сакаре, когда там в Бау косметик. Ну что это вот такое дешевое, потому что в Суперфармах он дорогой. Ну все. Вот на этом моя пламенная речь завершена. Увидимся в следующих видео. Я пошла голову мыть. И да, не передерживайте краску. Хоть говорят, что да, она заканчивает через 45 минут свое действие, и потом уже ничего не происходит. Краска, запомните, через 45 минут заканчивает свое действие. И если вы сидите дольше, вы только сделаете хуже. Толку уже не будет. 45 минут, химический процесс завершается. Вот хоть усритесь, 2 часа отсидите, она больше не выкрасится, будет только больше ущерб. Результата лучше уже не будет. Вот реально, это то, что она сделала. Все, всем спасибо, и увидимся в следующих видео. Кому интересно, вот так выглядит моя краска. У меня 7,75. Без рыжего, рыжины я подбавлю, когда буду красить не только корни, а всю голову. Потому что сейчас волосы выцвели слегка на солнце, и рыжина вот эта выгорела. Поэтому нет смысла добавлять на корни рыжего. И 7,4 я использую, да, как рыжий. И поэтому я крашу вот корни таким, чтобы они соответствовали всей длине. И вот непосредственно мой от Сакары оксид. Тот самый страшный, который все прямо вот безоксидная краска, вот оксидная. Ну, короче, мы поняли. Вот и все. Он стоит, сколько у нас стоит эта краска? Ну, 26, конечно, не за 26, я его покупаю. Ну, за 20 нормально.